Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Самвел Адамян. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно ролик Севки Адамяна под названием «Проведал маму и Мурчика». Ну да, друзья мои, начинаем, как говорится, с самого практически начала. Приехал Севка к мамке. Ну да, лежит на кровати, дрыхнет, похрапывает, посапывает, завернувшись в плед, как гусеница в кокон. И никакой реакции. Вы знаете, она так как-нибудь дождется, ее вынесут во двор вместе с кроватью, пока она будет лежать, и видит свой очередной сон. Короче, мамка спит, на Севку на его приход никак не реагирует, и даже ухом не повела. Ну а Севка, посмотрев, что от мамки никакой реакции, прямой наводкой чешет в сторону кухни. Как всегда, не помыв руки, а как говорится, зачем, тут же стал проверять обстановку на кухне. А шо там? А шо там? А шо вот там, друзья мои? Далее ходит по квартире с телефоном, разговаривает сам с собой, как невменько, пока мамка опять же досматривает двести двадцать пятый сон. Ну а Севка делится, друзья мои, что сегодня он будет печь куличи. Ну да. Кина сегодня не будет, нам сегодня не покажут Севку в женском купальнике, ну или еще в шортиках плавательных, как он там трясет своим причиндалом направо-налево. Севка сегодня сама скромность и опять заглядывает в комнату, видимо, все-таки в надежде, что мамка таки очнется, очнется, спящая красавица. И спрашивает Севка у Пусика, мол, что же Пусик ночью делала твоя хозяйка? Раздрыхнет она средь бела дня буквально без задних ног. Говорит, что можно делать ночью? Сева, ну ты странный, В смысле, что делать ночью? Да у мамки ночью жизнь только начинается. Я бы сказала, у шупы ночью открывается, друзья мои, второе дыхание. Как только соседи укладываются спать, мамка врубает свой телик на всю катушку и начинает смотреть телепередачи, слушать песни, пляски под всякую гармошку и так далее. И учитывая, что мамка глухая и слушает это все, конечно же, без своих ушей, без слухового аппарата, вы можете себе представить, что эти песни и пляски слышат абсолютно все соседи по дому. Слушайте, я, если честно, в шоке, как они эту мамку еще не вынесли вместе с этой квартирой, вместе с этим телевизором куда-нибудь в районе двора, туда, чтобы, как говорится, спать спокойно. В общем, мамка врубает телевизор, да, чтобы слышали, в том числе и все соседи. Плюс, к развлекательному контенту по телевизору у мамки еще открывается второе дыхание, и она начинает закидывать в свой желудочек, в свою топку все, что можно и нельзя, все, что плохо лежит в холодильнике. И так часиков до трех, до четырех ночи утра, да? Ну, а потом, естественно, конечно же, севка приходит, а мамка спит, дрыхнет без задних ног. Далее. Севка, глядя на мать, задается вопросом. Интересно, она завтракала или нет? Принимала ли мамка таблетки? И какой же у мамки сахар? Самвел, насчет таблеток не знаю, а вот прием пищи мамка точно никогда не пропустит. Это для нее действительно святое. И, пройдя на кухню, он решил заглянуть в ежедневник, ну, в тот самый, к мамке в ежедневник, где она отмечает, да, что она там поела, когда поела, в какое время, ну и, конечно же, сахар, какой у нее. И говорит, да, мамка стала писать такими каракулями и еще и очень крупно, потому что стала видеть плохо. Севка, ты знаешь, что касается мамкиных каракулей, я думаю, мамка здесь это делает специально. Мамка специально заметает следы и пишет так, чтобы, знаете, никто ничего не понял, в том числе и сама мамка, что она там накорябала своими каракулями. Далее он говорит, чимерила, чинимерила, чиила, чиниила. Она, говорит, как-нибудь так, зажжет тут типа что-нибудь, плиту, и спалит сама себя. Ну да, зашибись. Таким спокойным тоном об этом сказал, да? А ничего, Севка, что с ней, помимо ее же, живет еще и котик-пусик, да? А это живое существо. А ничего, что рядом соседи, которые тоже из-за твоей мамки могут из-за невменяемой пострадать по полной программе. Так спокойно об этом говорит. Ведь, понятное дело, мамке нужен какой-то помощник. Надо нанимать человека, который будет выделить за ней 24 на 7. Потому что, ребята, это на самом деле не шутки. Она иногда в таком, как правило, всегда, в невменяемом состоянии, да? Ну, она во вменяемом состоянии только тогда, когда считает чьи-то деньги или свои деньги. Или тогда, когда надо куда-то собираться, на игрень ехать, там, или еще куда-то на гулянки, пьянки, в ресторан, туда-сюда. Тогда мамка вменяема, мамка все помнит, мамка все знает, кто и что ей там должен. И так далее. Ну, а в большинстве своем, конечно же, она невменяема. Поэтому, если честно, мне очень странно, когда он так спокойно говорит, она как-нибудь заснет, поставит что-нибудь на плиту и спалит сама себя. Ну, так-то ничего, что она живет в многоквартирном доме, да? Помимо пусика. Там еще живут соседи, живые люди. Далее, зайдя в комнату, сигнализирует мамке. Алло, мама, время сколько? Самвел, ну, ты странный. Как известно, счастливые часов не наблюдает. Так и твоя мамка шупа. Мамка, друзья мои, как всегда, по доброй традиции, спит, да, завернувшись в плед и без ночнушки, без нормального постельного белья. А, да, именно так, друзья мои, как самый настоящий брошенный бомжонок. Вот так и не скажешь, что это мама миллионера. Ну, так, на минуточку. И как только Севка стал задавать мамке вопросы про сахар и про таблетки, пила-не пила, ела-не ела, мерила-не мерила, мамка тут же очнулась, друзья мои, да, и начала переводить тему Мамка молодец, прекрасно понимает, что лучшая защита это нападение, Мамка начала переводить темы, предлагая сыночку что-нибудь поесть. А он отвечает, не-не-не, не хочу. Ну, слава Богу, друзья мои, а то я думала, что он и сегодня начнет жрать и чавкать. Но, кстати, он это сделал, правда, уже потом у себя дома. Севка интересуется у мамки, мама, а зачем колбаса у тебя размораживается всю ночь на кухне, на столе? Мамка тут же нашла, что ответить. Вот мамка всегда найдет, что ответить. Мамка, друзья мои, и от теплого тут же отвернется, откажется и отбрешется. И жалуется, жалуется мамка, что полным, полно использованных трусов, мол, которые она уже своим недержанием мочи намочила и использовала. очень интересно, да, прекрасно знает, что ее снимают, и она тоже, не стесняясь, все это высказывает, рассказывает, показывает, мол, сынка, смотри, сколько трусов я использовала. Слушайте, я в шоке, что сынка трясет своим причиндалом перед мамкиным носом, что мамка может расщепериться на гинекологическом кресле перед сынкой, да, ну, или рассказывать и показывать ему свои прокладки. Использованные трусы в общем, как сказали в Покровских воротах, высокие отношения. Далее Севка на эти использованные трусы говорит мама, ну, кто ж виноват, что ты себя запустила? Причем эту фразу он повторил мамке раз, наверное, пять или шесть. Видимо, друзья мои, пластинку заела. Я что хочу сказать, внешний вид у мамки, когда он показал ее поближе, лучше бы он, конечно, этого не делал, потому что пока, по крайней мере, он показывал ее немножко издалека, когда мамка, как пупс, как неваляшка, сидела, свесив свои ноги на кровати, по крайней мере, знаете, общей такой страшной картины не было видно. Когда Севка навел на нее камеру намного сильнее, показал ее вблизи, ребят, это что-то с чем-то. Вы знаете, на башке вот эти вот три пера, это что, какой-то кошмар. Волосы все жирные, хоть на башке картошку жарь. Вот не люблю это выражение, честно, не люблю, но здесь оно подходит, как нельзя кстати, да, хлопает, сидит глазами, но чистый варан, ей только в рот не хватает зеленушки, помните, которая у нее выпадала изо рта, когда они последний раз были на игрене, когда мамка ждала, что Севка даст ей команду, что можно жрать Надюхины беляши, и вот тогда у нее тоже эта зеленушка выпадала изо рта. Так вот, она сидит, хлопает своими глазами, как ненормальная. Ну, а Севка начинает орать, вспомнив про ежедневник, говорит, мама, як ты пишеш, та ничего ж не разобрать. Ну, да, Севка, я ж тебе сказала, она специально так пишет, чтобы ты ни хрена не понял, не разобрал, какой у нее там сахар, и что она там делала, и что она ела, а что не ела. Мамка причепала, причапала, друзья мои, на кухню, и тут же начинает переводить темы. Вот знаете, где-где она невменяемая, да, где удобно побыть какой-то невменько, она такая, а где надо шустро перевести тему, мамка всегда знает. И дабы не отвечать на вопросы про сахар, про таблетки, мамка начинает переводить тему в плоскость истории с Валентином, и говорит, ты знаешь, а я-то вот сидела и думала, на кого ж похожи девчата Валентина. Севка ей зло отвечает, они тебе надо, на кого они похожи. Мамка опять интересуется, а ты на почту не заходил, спрашивает она у сыночка. Севка, как неврастенник, как неврастенник, психопат орет, да нахера мне то письмо, всралась. О, как, друзья мои, как интересно. Сам завел эту тему, а тут уже нахера оно мне всралось. Все, история закончилась. Или еще нас ждет 225 серий подряд. Мол, продолжает Севка, Марина правильно сказала, что единственный нормальный в твоей жизни мужчина был отец. И тебя Бог уберег от этого Валентина. Ребят, знаете, вот честно хочу сказать, я вообще посмотрела на всю, на эту ситуацию. То есть, представляете, да, Севка сам замутил эту историю с письмом, замутил ее, сам огромное количество роликов подряд, всю эту тему, значит, делал на этом контент, делал просмотры. И вы знаете, вот этот ролик, который появился на Ютубе под названием «Свидетельство Натальи Ужаковой», как раз таки говорят, что вот это Наталья Ужакова и есть та самая дочка Валентина, которая хотела поменять пол, хотела стать мальчиком. Так вот, друзья мои, глядя на реакцию Севки, который начал орать, что Валентин уже плохой и Бог тебя уберег и так далее, и Марынка правильно сказала, что значит единственный нормальный из мужиков был отец. Но согласитесь, как-то очень странно, какие-то психологические качели, да, у этого получается психопата-неврастенника, он начинает, да, то он плакал из-за Валентина, то он так его жалел, а узнав всю ситуацию, он взял и просто одним, вот этим вот, да, взял и одним словом просто обосрал покойного человека. Ну, мало того, что хочется сказать, оставьте вы его в покое, вы знаете, я посмотрела вот этот вот ролик якобы дочки вот этого Валентина, да, и что хочу сказать, мое мнение, что Севка знал про этот ролик и про вот эту вот дочку Наташу, которая хотела стать мальчиком, он знал об этом. И письмо вот это вот он придумал, ребят, я думаю, как раз-таки после того, как он увидел вот этот ролик. Он специально решил вот эту вот тему поднять, поднять свой контент и поднять свои просмотры. И он, конечно, отнекивается и говорит, да зачем мне какие-то темы, да зачем мне придумывать какие-то письма, я и так могу там каждый комментарий зачитать и устроить вам такую там трепку, да, и вас обосрать и так далее. Это одно, это никому не интересно. А тут целая история про первого мужа мамки. Так вот, мое мнение, опять же, можете соглашаться, можете не соглашаться, что действительно он сначала увидел, ну, может не сам увидел, может кто-то ему подсказал, что есть такой ролик на ютубе, где вот эта дочка Валентина, если это, конечно же, она рассказывает о том, как она хотела поменять пол, сменить пол, стать мужчиной и так далее. И Севка, узнав об этом, решил разыграть историю с письмом, все вот это дело вынести на просторы ютуба, ну, как-то не вяжется, да, то так он переживал, то он так плакал за этого Валентина, никогда не поверил. А то вдруг, друзья мои, этот человек берет и говорит, да и слава Богу, мамка, и тебя Бог отвел от этого Валентина. А ничего, что твоя мамка как раз-таки ему жизнь-то испоганила. И у этого бедного мужика потом вообще все пошло наперекосяк. И дочка хотела стать мальчиком, да, и жена, не выдержав этой ситуации в селе, сначала сошла с ума, а потом бросилась под поезд, да, и сам Валентин закончил свою жизнь неизвестно как, потому что у него была черепно-мозговая травма. То есть, по идее, все, кто сталкиваются с этой шупой, ведь счастливыми-то не становятся. А что, Аршалуис был так счастлив? Да, он, конечно, жил, может быть, в свое удовольствие, гулял всю жизнь, но ведь тоже особого счастья на старости лет не наш. В общем, ладно. Далее мамка не понимает, что он говорит, она ж не слышит и говорит, шо, Мары наказала? Севка ей отвечает, шо, бог тебя уберег от этого Валентина. Мамка в ответ, шо, шо, бог убыв? Ну тут уже даже Севка заржал, что мамка вообще не алло, мамка уши свои не нацепила и, как всегда, ни хрена не слышит. В общем, ребята, что и требовалось доказать, история с этим письмом была, конечно же, его рук дело. Далее они измерили сахар, сахар сегодня 7,6, да, а Севка орет на мамку, что глюкометр весь в крови, мол, какая ты хреновая хозяйка, да, Севка, только несколько дней назад не успел след Надьке Беляша остыть, да, как говорится, да, как ты рассказывал нам о том, какая же мама хозяйка, как же мама смотрит за собой, а тут, оказывается, уже даже близко не смотрит. И орет он, мама, ты сама виновата, ты сама жрачкой все мозги себе засрала. А я смотрю на мамку, знаете, с нее как с гуся вода. Мамка сидит опять в позе на ястнице, на своей табуретке, друзья мои, как на своей, знаете, такой преданной скаковой лошади, согнувшись в три погибели, а он мамке орет из прихожей, собрался уже уходить и орет, мама, да иди ты выйди на улицу, да иди ты хоть искупайся, да не сиди ты как свиня. И тут мамка очнулась, да, вы знаете, до этого сидела просто как, как говорится, вообще, как невменько, а тут сравнение с хрюнделем, мамку обидела, и мамка таки возмутилась, чого это, я як свиня. Севка орет, так ты глянь на себя в зеркало, волосы, говорит, у тебя засмоктаны, мол, что, говорит, ты делаешь со своей головой, что они у тебя постоянно такие жирнющие, и так выглядят. Мамка в ответ, да я только в учора их мыла. Мэйла, ребят, я бы знаете, что подумала, может мамка экономит шампунь, да, ну не в плане того, что у них не хватает денег, нет, нет, может она просто не знает, что голову надо мыть шампунью, да, может, конечно, это полнейшее вранье, потому что уже прошло несколько дней, собственно, как Надюха уехала, а мамку послушать, так она каждый день моет голову, если бы она ее нормально мыла, и действительно мыла бы как положено, да, она бы выглядела у нее нормально, но там это что-то с чем-то, а вообще хочется мне Севке сказать, Севка, ты так странно удивляешься, что у нее вечно сальная грязная башка, опять же, хоть картошку жарит, ты посмотри, что она жрет, она жрет все жирное, жирнющее, одно сплошное сало и жир, и, конечно, потом вот это вот сало все вылезает, в том числе и у нее на башке, плюс она практически не бывает на свежем воздухе, если только ее там Зина куда-то вытащит, она валяется в этой пыльной кровати, в этой пылище, в этом пледе завернуто, да, который она даже не стирает толком, не трясет этот плед, да, потому что там куча всего, в общем, выглядит что-то с чем-то, да, друзья, именно так, ну, и потом, вы знаете, да, что хочется сказать Севке, Севка, это ты, и мы зрители, видим мамку во всей красе, с жирной башкой и так далее, ну, а мамка-то, глядя на себя в зеркало, видит красивую девочку, красивую девочку, Танюху, молодуху и так далее, короче, Севка злой, мамку раскритиковал, выходит он из квартиры и начинает орать, прям орать, да нахера я таскаю этот миксер, да нахера он мне нужен, да нужен был Наде миксер, да пусть она тащит свой, правильно, Севка, пусть Беляш вообще не Догарский, не Догарский, как говорит Надька, да, пусть она вообще едет сюда со всей своей, со всеми причиндалами, тащит и кастрюли вам, и миски, и плошки, и ложки, и сковородки у вас и так нихрена нет, вы все продали, торги устраивали, да, торговлю на диване, друзья мои, а пусть Надька все еще с собой тащит, мало она тюки таскала, так что ей уже ноги болят, и спина болит, и все отваливается, пусть еще все это с собой кастрюли сковородки тащит, короче, вышел Севка, как не в Минько, идет по подъезду, орет, мат-перемат, они с мамкой переговариваются, он спускается вниз на первый этаж, мамка орет там сверху, ребят, бедные соседи живут в этом дурдоме, да, далее уже картина маслом меняется, и Севка у себя на кухоньке делает куличи, вернее, демонстрирует нам куличи, тут же жрет, тут же чавкает, короче, дальше орет, как всегда, матерится, в общем, своей, я бы сказала, родной стихии, ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что думаете по этому поводу, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и, конечно же, писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии, надеюсь, ролик понравился, всех целую, всем пока-пока, и, конечно же,